Дагмар Спит темный замок, спит сад, деревья слились в одно черное пятно, озеро окутано туманом, где-то совы кричат, на небе не звезды, и вдруг вся в белом, с балкона тихонько спускается Дагмар. Так странно шла она, тем более странно, что она ведь боится темноты, и ночью никогда не выходит из комнаты, уходит к себе, как только вечерние тени приблизятся к замку. И вот теперь ровно в полночь шла Дагмар в саду, она ступала, как призрак, и от шагов ее оставались легкие светлые следы, точно пятна лунного блеска, прошедшие сквозь чащу сосен. Она о чем-то плакала, слезы падали в траву, и в траве загорались светляки. Она шла по берегу озера, и в черной глубине следом за ней вырастали на дне блестящие цветы. Они тянулись все выше и выше, точно стремясь ее догнать, и некоторые из стеблей поднялись над водой. Из блестящих лепестков, освободившихся от воды, падали капли, еще более блестящие, чем лепестки, и все озеро оживилось и как будто стало двигаться. Дагмар наклонилась и зачерпнула полные пригоршни воды, и брызнула ее кругом направо и налево, и тотчас же капли разбрызганной воды сделались блестящими и помчались так стремительно, как будто их бросила не хрупкая женская рука, а сотни тысячи рук первобытных гигантов. И вот, устремляя все дальше и дальше, капли превратились в метеоры, огнистые, яркие, торжествующие метеоры, точно духи стали кружиться в бешеной пляске и поднимались все выше, все выше. И вдруг, как бы достигнув желанной высоты, они мгновенно успокоились, не повисли на лазурном небе застывшим хороводом звезд. И откуда-то зазвенела музыка, упоительные звуки. И я посмотрел на Дагмар, она стояла неподвижно, и глаза ее были устремлены к небу, и такая спокойная радость светилась на ее лице, Как будто в это мгновение силу нежной и творческой мысли она давала жизнь тысячи существ, безмолвно благословлявших ее. Так снилась мне Дагмар, в тот час, когда дрожит предутренний туман. В твоих глазах две сферы земного мира, и сверх того мир небесный. В твоих глазах много судьбы, и я узнал свою участь, Когда посмотрел в твои глаза. Легкие движения твоей руки, но тяжелым бременем они могут ложиться на душу. Твоя рука нежный, хрупкий цветок, но соединенная с другой чужой рукой, Она образует такую цепь, которая вынесет всякую тяжесть. И глубока, беспредельна мелодия каждого слова, которое произносишь ты. И смеешься ты улыбкой необычной. Ты умеешь говорить молчанием. Ты знаешь слова, которые не знает и не узнает никто. Зыбкие, протяжные, странно печальные, Они сплетаются порой в фантастический узор. Как луна, холодная и темная, Светит, озаренная солнечным светом, Так в мои строки падает свет от тебя. Кто видел твою тень, Тот будет томиться желанием увидеть тебя. Но если он любит обычное, Но если он не умеет преклоняться пред неожиданной красотой, Он только будет, как бледная тень, Следить за тобою И не увидит тебя. Крымский вечер Полупрозрачная мгла вечернего воздуха Была напоена душистым запахом глинциней И белых акаций. Внизу, у подножья холма, На котором приютилась наша дача, Шумело неугомонное море, И переменный плеск его валов, То пребывая, то убывая, Говорил нам своим неясным шепотом О чем-то позабытом и туманном. Слева далеко виднелся силуэт аюдага, Этой тяжелой каменной глыбы, Опрокинувшейся в море, А прямо перед нами Простиралась бесконечная водная равнина, Которая смущает своей недоступностью, Волнует своим величием И глубоко печалит своей холодной красотой. Неслышно удалялся день, Бесшумно приближалась ночь, И нам, любившим друг друга, Нам, отдавшимся друг другу всей душой, Так было хорошо молчать И понимать взаимную любовь. И правда, если есть что-нибудь в любви несомненное, Это именно власть проникать в душу другого, До самых далеких, потаенных ее уголков. Каждым жестом говорить, В каждом взгляде видеть долгое признание. Кто знает, Может быть, в такие минуты Мы потому молчим, Что смутно вспоминаем о том, Что был когда-то и у нас Невозмутимый Эдем, Где не было зла, Не было даже названия зла, А добро дышало и цвело, И наполняло все Кругом своим Незапятнанным величием. Кто знает, Я знаю только одно, Что такие блаженные минуты Почти всегда кончаются Беспричинными слезами. Точно мы плачем О чем-то навеки утраченном. Точно для нас Догорела светлая заря, И мы во тьме Вспоминаем о том, Как ярки были Краски умершего дня. Этот день, Который тоже умер, Был первым днем Моей счастливой любви к тебе. Первым днем Моей первой любви. Потому что до тебя Я не знал, Что такое любовь. Я знал только страсть. В глазах тех женщин, Которых я обманчиво Говорил люблю, Не было той чистой Глубины, Где теперь навсегда Утонула моя душа. В них только был Какой-то неясный намек На то, Что в твоих темных глазах Нашло такое прекрасное И полное воплощение. Те женщины, Которых я знал до тебя, Были как бы предчувствием тебя. Вот почему я говорил им Люблю, Вот почему моя ложная любовь К ним не должна оскорблять тебя. И ты сама поняла это. Потому что тебе так легко Было услышать от меня Повесть моей печальной Горькой жизни. И когда подропот моря Я выплакал перед тобой Все прошлые ошибки, Ты поняла, Что с последним моим словом, Говорившим о прошлом, Вспыхнул первый миг Иного, Будущего счастья. Два периода жизни Соединились на мгновение, Как этот чудный южный день Слился с полупрозрачной мглой Наступающей ночи. И ты, вздохнув, Слегка коснулась моих волос Своей холодной бледной рукой. И это легкое прикосновение Послужило залогом Для многих, многих дней Совместной жизни, Общих мыслей, чувств, Волнений и страсти. Но страсти, Полные благородного равенства, Одухотворенной нашим Преклонением Перед тем великим И прекрасным, Что вне нас сожгло Солнце и луну, А в нас затеплило Неиссякаемую жажду добра И красоты. Без обещаний Мы связали нашу жизнь, Но нет той силы на земле, Которая бы смогла Расторгнуть наш союз. Расскажем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok